Вот уже год в нашем инстаграме мы выпускаем очень классные идиомы. Мы их сами рисуем, сами монтируем, сами записываем, все делаем сами и они очень крутые. И сейчас это подборка из 10 идиом. Давайте схема проста, если вам понравилось, то вы ставите лайк, если вам не понравилось, вы ставите дизлайк и пишите, что нужно сделать, чтобы понравилось. Ну и если да, то мы выпускаем дальше, если нет, то нет, все логично. А мы еще вот о чем подумали, вы же эти идиомы явно забудете. Их, конечно, всего лишь 10, но их очень легко забыть. Поэтому, чтобы такого не произошло, мы для вас создали очень классный тест. И этот тест вы можете тоже пройти по ссылке в описании. Дословный перевод – джек всех профессий, а смысловой перевод – мастер на все руки. Например, Мы дали этому человеку работу, потому что нам нужен был мастер на все руки, который бы занялся всем тем, что нужно починить. Или Знаешь, я своего рода мастер на все руки. Идиома Black sheep Дословный перевод – черная овца, а смысловой перевод не такой, как все. Например, Я определенно был не таким, как все в моей семье. Идиома Talk turkey Дословный перевод – говорить индейку. Смысловой перевод – вести серьезную беседу. Например, If you want to sit down to talk turkey, give me a call. Если вы хотите обсудить что-то напрямую, свяжитесь со мной. Или Let's talk turkey. How much money? Let's talk turkey. How much money? Поговорим серьезно. Сколько денег? Идиома To bet one's bottom dollar that Дословный ее перевод – это поставить чей-то последний доллар, что. А вот смысловой перевод – быть уверенным в чем-то, дать голову на отсечение. Например, You can bet your bottom dollar that he's right. Можешь быть уверен, что он прав. Идиома Red eye flight Дословный перевод – полет красных глаз, а смысловой перевод – это ночной рейс. И примеры She took the red eye flight from New York. Она взяла ночной рейс из Нью-Йорка. Или Sometimes I like to pretend I'm a flight attendant on a layover, and I only have a few hours before I open my red eye to Barcelona. Иногда я представляю себя стюардессой на перерыве между полетами, и у меня всего несколько часов, прежде чем я зайду на свой ночной рейс в Барселону. Идиома Monkey see, monkey do Дословный перевод – обезьяна видит, обезьяна делает. Смысловой перевод – копировать или обезьянничать. Например, It was monkey see, monkey do for Derek. He copied everything that his friends did. Дерк обезьянничал. Он копировал все, что делали его друзья. Или Через неделю после того, как мы запустили новую маркетинговую кампанию, конкуренты тут же собезьянничали нашу идею. Идиома Chew the fat Дословный перевод – жевать жир. А смысловой перевод – говорить ни о чем. Сплетничать. Например, Come on, let's chew the fat. I've heard that John hired a new secretary. He's got one already, so why does he need two? Ну что, давай поболтаем. Я слышал, Джон нанял новую секретаршу. У него уже есть одна. Зачем ему две? Или Spлетничая – обмениваемся идеями. Идиома Feel blue Дословный перевод – чувствовать голубой. А смысловой перевод – грустить или быть в плохом настроении. Например, When Mary goes away, Terry feels blue. He's lonely and sad. Когда Мэри уходит, Terry грустит. Ему одиноко и печально. Или And tell me, what's the use of feeling blue? И скажи мне, какой смысл грустить? Идиома It smells fishy. Дословный перевод – пахнет рыбой. А смысловой перевод – дело нечисто. Или запахло керосином. Например, And your transit through Istanbul and Tangier. I smell something fishy here. Этот ваш транзит через Стамбул и Танжир. Что-то здесь нечисто. Или Something about this whole situation smells fishy. Something about this whole situation smells fishy. Что-то в этой ситуации нечисто. Идиома Add insult to injury. Дословный перевод – добавить оскорбление на рану. А смысловой перевод – сыпать соль на рану или усложнять ситуацию. Например, Our boss added insult to injury when she refused to let us use the telephone and computers during lunch. Наша начальница еще больше испортила нам настроение, когда запретила пользоваться телефоном и компьютером во время обеда. Или She added insult to injury when refused to be her bridesmaid. Она сделала еще хуже, отказавшись быть ее подружкой невесты. Ставьте лайк, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал. И ставьте колокольчик, иначе YouTube не покажет, что у нас вышло новое видео. Да, ссылка на наш инстаграм в описании. Все, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok